Это история девушки, которая вызвала такси до красивого места, когда темнело в ноябре 95-го года и просто исчезла. Эта странная и довольно трагическая история начинается так, как будто это было спланированное самоубийство. Но по мере того, как события развиваются, становится ясно, что это почти определенно не так. В понедельник, 27 ноября 95-го года, Рут Уилсон встала и, как обычно, собралась на учебу. Но позавтракав, внезапно сообщила своей сестре Дженнифер, что не поедет с ней на автобусе. Дженнифер на самом деле не думала, что в этом было что-то необычное. Так как Рут была шестиклассницей, ей часто не требовалось посещать школу целый день. Затем около 11.30 Рут вызвала такси, которое доставило ее в центр Доркинга. Она приехала около полудня, а затем провела почти три часа в местной библиотеке. Незадолго до трех часов дня Рут направилась в местный цветочный магазин под названием Чертополох. Там она заказала довольно дорогой букет цветов для отправки своей мачехе Карен. Но его доставили только через два дня без прикрепленной открытки или записки. Так что получатель не знал, кто прислал цветы. Заказав цветы, Рут затем прошла пешком до железнодорожного вокзала Доркинга, где взяла такси до ближайшего места красоты, известного как Бокс Хилл. На самом деле никто не может просто исчезнуть. Летом я иногда выхожу погулять и, может быть, беру собаку с собой. Мы обычно приходим сюда, и, как вы можете видеть перед нами, это Бокс Хилл. Это было последнее место, где ее видели. Бокс Хилл – это большая вершина в ряду холмов под названием Норд Даунс в Грассе Сюррей, Англия, и является очень популярным местом для отдыха местной молодежи, так как с него открывается великолепный вид на город Доркинг. Однако в этот раз визит был немного странным, так как шел довольно сильный дождь, и там было мало укрытий. Он сказал, что высадил руту мостовой рядом с пабом, но вместо того, чтобы отправиться на поиски убежища, она просто стояла под дождем, наблюдая, как уезжает водитель. Таксист признался, что нашел это поведение странным, так как большинство пассажиров выходят из автомобиля и почти сразу направляются к месту назначения. Давайте также будем иметь в виду, что высадка была зафиксирована примерно в 4.30 вечера, а это на минуточку уже начинает темнеть. Как бы то ни было, рут не вернулась домой и даже не связалась со своей семьей, и в результате ее отец Иен сообщил о ее исчезновении позже в тот же вечер. Возможность того, что она сбежала, была первой версией, но когда полиции стало известно об отчете таксиста, они изменили дело до пропавшего человека, и начались поиски. Полиция провела обыск примерно на 100 акрах земли в районе Бокс-Хилл. Они использовали вертолет с оборудованием для поиска тепла, значительную команду полицейских и добровольцев, а также обученных собак и щеек, но не смогли найти рут или даже какое-либо доказательство того, что она когда-либо была там. Четыре дня спустя полиция обнаружила три рукописные записки, которые были спрятаны под кустом. Записки были адресованы родителям Рут, ее лучшей подруге и мальчику, с которым она была особенно близка. Было подтверждено, что записки определенно были написаны самой Рут, но их содержание никогда не публиковалось в открытом доступе, поэтому, к сожалению, мы не сможем узнать, что там именно было написано. Тщательный обыск в районе, где были найдены записки, обнаружил бутылку вина, называемого вермутом, которая была наполовину пустой, и несколько пустых пакетов, в которых были таблетки парацетамола. Это, очевидно, навело на мысль о том, что Рут, возможно, совершила самоубийство, но ее тело так и не было обнаружено, так что на самом деле это кажется маловероятным. 2 декабря 1995 года был проведен еще один массовый обыск, но уже с участием полиции Суррея и местной пожарно-спасательной команды. Участок карьера в Бокс-Хилл был тщательно обыскан, но никаких следов пропавшего подростка обнаружено не было. Я чувствую, что очень важно сказать, что биологическая мать Рут умерла, по-видимому, повесившись, когда Рут была еще очень маленькой. Но и Рут, и Дженнифер сказали, что их мать Неста Уилсон умерла случайно, когда упала с лестницы и сломала шею. Отец Рут снова женился всего через год, когда работал заведующим научным отделом в школе. Его жена, которая, конечно же, стала мачехой девочки, также была учительницей в начальной школе. Незадолго до своего исчезновения Рут узнала правду о смерти своей матери. По словам очень близкой подруги Кэтрин Мэйер, Рут внезапно зациклилась на этом. Рут отправилась в Лондон, где отыскала свидетельство о смерти Несты Уилсон, и правда вышла наружу. Совершенно очевидно, что с этого дня Рут начала подвергать сомнению все, что когда-либо рассказывал ей отец, и была полна решимости установить, почему ее мать покончила с собой. Неясно, но, похоже, ее отец никогда не предлагал ей правдивого объяснения, по крайней мере, которое Рут сочла бы правдоподобным. Рут ненадолго сбежала из дома после поездки в Лондон и осталась со своим другом Беном. Она пряталась в доме Бена несколько часов, но в конце концов вернулась домой. Я точно знаю, что на этом этапе она сообщила отцу о своих находках. У Рут была одна очень близкая подруга, которой она полностью доверяла, Кэтрин Мэйер. Независимо от того, что ее беспокоило, она знала, что может открыто поговорить с Кэтрин по секрету. Мы были действительно очень близки. Она купила мне несколько сережек и кольцо. Но у меня все еще есть кольцо, которое я ношу сейчас. Рут часто ночевала у нее дома. Последний раз она там была за несколько дней до ее исчезновения. Кэтрин должна была переехать в Шеффилд. И Рут спросила ее, не сможет ли она остаться с ней, как только переезд будет завершен. Кэтрин сказала да, но как бы отмахнулась от вопроса, посчитав, что ее подруга просто хочет сохранить дружбу. Одна из серьезных проблем здесь заключается в том, что всякий раз, когда Рут оставалась на ночь, она плакала и расстраивалась, когда ей нужно было идти домой. Она много раз говорила Кэтрин, что хочет убежать. Но, к сожалению, Кэтрин уехала всего через несколько дней и больше никогда не слышала о Рут. Полиция отправилась навестить Кэтрин в Шеффилде, чтобы обсудить с ней ситуацию. Но обнаружила, что она тоже сбежала в то же время, что и Рут. Полиция обыскала комнату Кэтрин в поисках следов Рут, но ничего не нашла. 8 декабря 1995 года, не имея никаких новостей о Рут, Иен и Карен выступили с телевизионным обращением в утреннем шоу сегодня утром, призывая всех, у кого есть информация, сообщить об этом. Вскоре после трансляции офицер по связям с семьей Уилсонов, Марк Уильямс Томас, заявил, что не было никаких доказательств того, что Рут пострадала или совершила самоубийство. Марк действительно указал, что, по его мнению, Рут специально поехала в Бокс-Хилл, чтобы встретиться с кем-то, а затем уехала с ним. Я больше склонен согласиться с Марком. За эти годы было несколько неподтвержденных наблюдений Рут Уилсон, но ни одно из них ни к чему не привело. Одно потенциальное наблюдение, которое кажется немного необычным, произошло примерно через год после исчезновения Рут. Владелец магазина в Доркинге обратился в полицию, чтобы сообщить, что в его газетном киоске произошла ситуация с участием девочки-подростка. Он сказал, что девушка, о которой идет речь, запросила копии всех местных газет. Но, к сожалению, когда владелец киоска сказал ей, что одна конкретная газета распродана, она действительно очень расстроилась и вышла из магазина. Иен и Карен Уилсон посмотрели записи с камер видеонаблюдения магазина и сказали, что, по их мнению, девушка определенно была Рут. К сожалению, больше никаких следов девушки не было. И я не могу не сделать вывод, что она намеренно вернулась в этот район, чтобы посмотреть, не ищут ли ее до сих пор, и снова ушла. Возможно, ее кто-то отвез туда, поэтому она исчезла так же быстро, как и появилась. Глядя на доказательства, которые находятся в открытом доступе, мне кажется, что девушка, вышедшая из дома без пальто холодным зимней вечером, должно быть, ожидала встретить кого-то с автомобилем. Эта цепочка мыслей подкрепляется тем, что она стояла и смотрела, как такси отъезжает от Бокс Хилла. Как будто желаю убедиться, что водитель не сможет никому сообщить о ее передвижениях. Меня немного смущает этот случай, но я скажу, что отвергаю выдвинутую теорию, предполагающую какую-то связь с Амандой Милли Даулер, которая пропала без вести в Уолтон-он-Теймс 21 марта 2002 года. У меня, кстати, также есть видео на канале об этом инциденте. Я верю, что Рут Уилсон уехала куда-то с подругой и с тех пор изменила свою личность. А на этом все. Надеюсь услышать ваши догадки в комментариях. Не прощаемся. Поднялась ли она на Бокс Хилл, чтобы покончить с собой? Поднялась ли она на Бокс Хилл, чтобы встретиться с кем-то? Была ли она похищена? Была ли она убита? Ушла ли она, чтобы найти новую жизнь с новой личностью? Пока мы не узнаем, очень трудно оставить это в покое. Продолжение следует...